Мощнейший вражеский обстрел за последние несколько дней в зоне АТО под Красногоровкой. Против защитников города боевики использовали танки, грады и тяжелые минометы. Подробнее Руслан Смещук. Словами это не описано. Эти позиции под Красногоровкой боевики обстреливают постоянно. Сегодня ночью они использовали танк. Танчик работал. Около сорока, но это не все. С четырех где-то началось, либо с трех. Ночью, да? Да. Часов до пяти, наверное. Снарядов вражеские танкисты явно не жалели. Танк бил достаточно кучно, это можно видеть по этому месту. Вот одна воронка, буквально в пяти метрах, вторая воронка и третье место попадания. Там снаряд не разорвался. Залишился неразерденный снаряд. Будем вызывать инженерів. Неха его нужно подрывать. А после танкового обстрела противник задействовал и другие вооружения запрещенного калибра. Было выпущено десять реактивных градов. Били по позиции сюда и были в тил. Как по книжке они зараз делают. Все тому, чему учат, так они працюют. Сначала идет тяжкая подготовка артиллерии, пока подходит жива сила противника. Потом начинают отрезать позиции артиллерии, чтобы не подошла допомога. Нас ведут к месту, куда попали два разных вражеских снаряда. Тут разорвался танковый снаряд и в посадку прилетела реактивная установка «Партизан», то бишь «Град». Оно вас покусило, да? Да, выкосило посадку в радиусе десяти метров. «Грады» выжигают огромные поляны в траве и кустарнике. Сейчас боевики чаще используют установки «Партизан». Они стреляют одиночными ракетами, а немассированными залпами. Так легче водить за нос наблюдателей АБСЕ. Сейчас так называемый ЛДНР использует часто реактивные залповые системы «Партизан». Когда ты запускаешь полную кассету из БМ-21 «Град», а когда ты запускаешь из «Партизана», такие миссии, например, как АБСЕ, они не фиксуют того прихода. К счастью, в этот раз обошлось без жертв. Никто из украинских солдат не пострадал. Руслан Смещук, Вадим Ревун и Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер.